За пару секунд до столкновения полицейские заметят. На перекрестке из-за руля выходит водитель. На его место садится пассажир. Мерседес мчится в сторону Волги. Пролетает мимо экипажа ДПС. Дальше сотрудники найдут автомобиль посреди дороги. Средь бела дня, когда на улице полно родителей с колясками и пешеходов. На глазах десятков очевидцев. Лоб в лоб. Мерседес врезается в Шевроле Ниву. Иномарка на безумной скорости таранит припаркованный автомобиль. Не входит в поворот и вылетает навстречу. Вообще прикольно. А здесь в любом случае. Ништяк. Полицейские подбегают к машине. Некоторое время ничего не могут понять. Водителя нет. Сзади на сидении девушка без сознания. И тут с пассажирского сидения не торопясь выходит он. С очевидцами на месте работают активисты ночного патруля. Прохожие им расскажут водитель внедорожника. Тот самый мужчина в валых трусах. На их глазах после столкновения он струсил и перелез на заднее сидение. Чего тебе написать? Да мне не надо чего писать. Вы меня выслушаете? Ну я слушаю тебя. Вроде дает навы разговаривали. Его спутница позже придет в сознание. Храбрый гонщик будет до последнего уверять полицейских. И дает слово настоящего мужчины. За рулем сидел. Человек-невидимка. Ну вы же видели, что я сзади? Да, вы меня выслушаете, потом говорите, что это. До прохождения свидетельствования пока отстранены от управления транспортным средством. Подписывать будете протокол об отстранении от управления транспортным средством? Ну, я же не управлял. Вы на мои вопросы ответите, пожалуйста. Ну, убери вот этих всех комментеров. Вы будете подписывать протокол об отстранении от управления транспортным средством? Я и не управлял транспортным средством. Вы подписывать будете? Нет. Медицинское освидетельствование покажет. Допустимая доза алкоголя в крови превышена почти в 7 раз. Может, примерещится и не такое. После выяснения подробностей владелица на марке разговорится, подобреет и признает. Он попросил знакомого сесть за руль его автомобиля. Подъезжая к дому, мужчина поблагодарил товарища и предложил ему вызвать такси. А сам решил проехать 500 метров до подъезда. Вот здесь вот я говорю, слышь, вон она стоит, иди. А то да, катишься. Ну, думаю, что сейчас он вызывает. Просто я вызываю. А ты здесь живешь? Да. Ты за водителя вызывал? Да не вызывал, а с лодочкой. Так в этой истории сложились все фрагменты. Человек-невидимка был найден, водитель разоблачен, его подруга идет на поправку, а владелец отечественной машины ждет компенсации за ремонт.